Мир Божий, драгоценный, этот ролик будет... Дух Святой хочет объяснить по Писанию, по Слову Божьему, что есть хула на Духа Святого, друзья. Потому что написано в Слове Божьем, что всякая хула на Бога или на Иисуса простится людям, а хула на Духа Святого не простится, драгоценный. И поэтому мы будем читать по Слову Божьему, что такое хула на Духа Святого, друзья. Чтобы вы знали, потому что очень многие хулят Святой Дух. Я лично сама слышала. А написано, что хула на Духа Святого не простится. И кто хулит Дух Святой, друзья. Поэтому в таких семьях много страданий, много горя. Дети рождаются с неизлечимыми болезнями, и с какими-то новыми болезнями. Драгоценные. И сейчас я хочу включить такой прекрасный псалом. Прикоснись ко мне и меня покрой. Я хочу одеться светом. Наполняй меня собой, пусть течет рекой. Мир твой, твои слова вечной жизни. И поток воды живой. Ты живешь во мне, я твой. Только ты один можешь мне помочь. Разгони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой. И приди ко мне, и приди ко мне. Посади меня за своим столом. Наполи меня в святые вино. Иисусом Христом. Иисусом Христом. Мой Господь и Бог, ты нашел меня. Я тебя благословляю. Помоги прожить любя, как любил Иисус. Всегда я был близок к смерти. Но ты спас меня, я знаю. Свои руки протяну, защитил любя. Только ты один можешь мне помочь. Разгони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой. И приди ко мне, и приди ко мне. Посади меня за своим столом. Наполи меня в святых длинах. Нагорди меня жизнью своей. Иисусом Христом. Иисусом Христом. Поднимите руки к небу, все боящиеся Бога. Останьись в месту народ за их боль в боль. Иисусом Христом. Он тебя благословляет. Открывает дверь и гнева. Где ты не будь, не забудь, не забудь его. Сколько ты один можешь мне помочь. Разгони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой. И приди ко мне, и приди ко мне. Посади меня за своим столом. Наполи меня, ты святым веном. Нагорди меня жизнью твоей. Иисусом Христом. Иисусом Христом. Наполняй меня собой, пусть течет рекой. Твое слово течной жизни. И потом, а ты живой. Ты живешь по мне. Я твой. Драгоценный, и люблю сильно эти псалмы, дорогие. Посади меня за твоим столом. Видите, песня об этом поется, Богу. Посади меня за твоим столом. Наполи меня, ты святым веном, друзья. Я действительно сидела за столом на небе. И ела хлеб, и пила святое вино. Друзья, сейчас я секунду включу свет. И будем читать, что такое хулана Святого Духа. Драгоценные, смотрите, мне давно уже Бог открыл, что такое хулана Святого Духа. И я вот написала, хулана Святого Духа. Когда я в колледже училась, изучала Писание, сильно изучала, мне Бог открыл, друзья. Сейчас мы читаем. Это от Марка, 3 глава. И 30 стих, смотрите, вот написано. Сие сказал он, Иисус, потому что говорили, в нем нечистый дух. Он сейчас о хуле будет объяснять. Почему он объяснял, что хулана Святого Духа не простится? Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух, друзья. Смотрите. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек. Но подлежит он вечному осуждению. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы они не хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек. И написано, что кто будет хулить Бога, будет прощено, кто будет хулить и злословить Сына Божьего, будет прощено, а кто будет хулить Дух Святой, не будет прощено. И опять повторяю. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. И когда вы нам пишите в комментариях или говорите на наших служениях, говорите, что это через нее не Дух Святой, это через нее, мне там пишут агенты сатаны, друзья, есть не только в церквях, а есть на интернете дорогоценные. Будьте очень внимательны. Если вам незнакомые люди пересылают какие-то видео, не открывайте их. Потому что если вам незнакомые люди присылают незнакомые видео, вы их открываете. Во-первых, вам заносится вирус на ваш канал, на ваш интернет. И есть очень много агентов сатаны, которые хулят Дух Святой, друзья. А вы по незнанию не слушайте. Очень много проповедниц есть, проповеднику, которые вы включили, начали слушать, и вы чувствуете духом, что это не от Бога, что там идет все в перемешку, друзья, как бабки-шептухи, да. Они типа помогают, но они же яйцом. Представьте, какой тупизм и дебилизм. Куриным яйцом что-то там делать, болезни какие-то выкачивать, да. Как это куриным яйцом? А кто курку сотворил? Бог? Так лучше к Богу идти. Отчинашь молиться, друзья, а не куриным яйцом болезни исцелять. Друзья, ну почему человек поддается такому тупизму, драгоценному? Самое истинное Слово Божие, Библия, Слово Божие. Друзья, поэтому если Чебиджашва, пророк Чебиджашва с Африки, да, через него истинный Божий Дух, истинное Божие пророчество. А очень многие проповедницы, блогерши, у которых множество подписчиков, злословлят его, говоря, что это не Дух Сатой через него работает. Они хурият Дух Сатой, друзья. Им уже не будет прощения. Этим людям, которые придут к Богу и скажут, написано, Господи, Господи, не Твоим ли именем, да, мы пророчествовали, многие чудеса творили, бесов изгоняли, а Бог скажет, отойдите, я вас не знал. Потому что они похулили Дух Сатой. Си, сказал он, потому что говорили, в нем нечистый Дух. Не говорите, бойтесь, друзья, сказать, что во мне нечистый Дух. А мне там пишут, агенты Сатаны, друзья, есть. Есть агенты Сатаны. Не всех слушайте, драгоценных. Нужно сильно самому знать Писание. Злословить никого нельзя. Падших постарее нельзя обсемеивать и злословить, друзья. Потому что хула на Дух из этого не прощается. Продолжение следует...